приветствую народ канал коба морозов очередная серия продвижение проекта нашего советского экскаватора продолжаем делать распределитель на 4 функции сегодня будем делать грибочки очень точные скорее всего мы будем делать из бронзяки не стали я думаю бронза с алюминием будет дружить гораздо лучше чем сталь с алюминием почему я так думаю не знаю но буду все-таки делать из бронзяки наверное все таки потому что просто нашелся подходящий пруток да и в обработке тоже немного будет легче чертежик нарисовался диаметр тут у нас 15 в десятке минус получается 14 9 высота 4 с плюсом на подгонку здесь длина 6 получается диаметр 9 ровно здесь посадка резинового колечка про . на диаметр 5 и 5 здесь у нас хвостовик соединения с сервой получается диаметром 9 миллиметров минус десятку сделаю здесь соединение сервоприводом 6 миллиметров будут сверлить и соединять шпилькой а это отверстие м3 нужно для того чтобы зафиксировать все это в корпусе и вывести в размер рабочую площадку длина ножки получается 16 вроде все готово к работе с найдем материал и приступим куда делся материал что-то я не представляю броняка блин диаметр 16 вроде было а вот это он да он самый надеюсь подходящий материал посмотрим сейчас недавно купил и установил на заднюю бабку шикарнейшую ручку диаметром 200 теперь сверлить стало гораздо удобней а то алюминий хватать было не за что точить будем на этом станке он у нас является в данный момент супер точным самым точным в мастерской материал оказался какой-то вязкой фигней я думал бронза продали вам они мне его как бронза но оказалась вязкая латунька есть вот такой кусочек бронзяки который очень хорошо обрабатывается придется точить все из этого половина больше половины материала на стружку ну и ладно деваться некуда мы и вот и Продолжение следует... Продолжение следует... Если немножко его толкнуть, то он встаёт. И при этом легко довольно-таки крутится. Практически не шатается. Измерительного инструмента такого точного у меня нет, но попал я, так сказать, точно в полсоточки. Это видно вот поэтому. Смотрим, она задерживается в любом положении. Не падает, но при этом крутится легко. И так пришлось повторить с каждым. Вот этот. Видимо, больше полсоточки. Она у меня падает. А все остальные... Три штуки... Получились шикарно. Блин, почему этот... Ну, как просадил? Это нельзя сказать просадил, конечно. Тут где-то соточка в минус. А здесь прямо соточки нет. Эти три получились идеально просто. Как надо. А этот, скажем так, годится. Да. Второе, что надо было точно поймать, это... Вот это вот. Высота. Сделал сейчас черновую. Где-то в соточку, где-то в ноль. Ну, в общем, пока она у нас касается и шевелит. Каждая. Высоту эту мы уже будем подгонять полностью вручную на плите. Здесь у меня получаются посадки подвал сервопривода, которые уже едут. Укороченная версия стандартных сервоприводов. Усилием девять килограмм. Будет шикарно. В комментариях мне говорили, почему такой большой размер распределителя отвечаю на вопрос, потому что я хотел сделать большую пропускную способность, чтобы мощность потока здесь не терялась. И при этом этот распределитель будет служить у меня на 12 функций экскаватора. Как это будет реализовано? Это пришла мысль совсем случайно. Если есть у кого-то догадки, можете написать в комментарии, как это будет в моем варианте исполнено. Здесь внутри просверленные отверстия диаметром 2,5 миллиметра. Сюда сейчас буду нарезать резьбу для того, чтобы для дальнейшей обработки зафиксировать грибочки в корпусе. Короче говоря, будем вытачивать сюда специальную втулку-шайбу и винтиком поджимать грибочек вот так вот. И зафиксировать. А дальше уже выходить на чистовой размер шляпок грибочков. Сейчас нарежу резьбу. Сегодня еще нам предстоит фрезеровка здесь вот этих волшебных перепускных пазов. Скажем так, фрезеруем пазы, нарезаем отверстия и, возможно, зафиксируем. Продолжение следует... Корпус с распределителями у нас готов к шлифовке. Но это будет следующая история. К сожалению, сейчас времени заниматься проектом экскаватора стало меньше. Приходится заниматься другими делами. Работы накопилось очень много. В следующем фильме будем все это притирать, будем учиться притирать. Надо сделать ступеньку от плоскости корпуса плоскости шаеб грибочков где-то меньше соточки. Постараемся это сделать. Надеюсь, у нас все получится. На этом это видео заканчивается. По гидравлике у меня на столе сейчас идет работа над фронтальным погрузчиком. Если хотите увидеть обзор на кино по фронтальному погрузчику, он у нас тоже будет полностью на гидравлике, то ставьте лайки. Наберется тысяча штук. Снимем кино про работу над фронтальным погрузчиком. На этом все. Всем здоровья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok